МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейство Фазановых в Чуваксарском районе поселились диковинные птицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня прошло очередное заседание Координационного совета Министерства образования и науки России. Были обсуждены вопросы модернизации системы подготовки кадров по перспективным профессиям. В Чувашии уже второй год работает межрегиональный центр компетенции. В заседании участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр образования республики Юрий Исаевов. Мы связались с ним по телефону, и вот что он нам рассказал. В области промышленных и инженерных технологий по специализации автоматизации, радиотехники и электроника мы начинаем уже готовить наших детей. И в том числе помимо подготовки наших студентов начали уже с этого года заниматься переподготовкой преподавателей среднепрофессионального образования. Мы неплохо осваиваем те задачи, которые перед нами поставлены и реализовывали, выполняем для себя, для всей страны. Важную задачу это подготовка новых типов специалистов. Вот именно в области автоматизации, радиотехники и электроники. Об этом несколько раз положительно отозвалась министра образования и науки Российской Федерации. Это говорит о том, что в принципе команда главы Чувашской республики она делает совместно эту работу. Сегодня правительство Чуваши рассмотрело ряд законопроектов, которые предстоит принять в Госсовет Республики. Юлия Важенина подробнее. Самым обсуждаемым стал проект реорганизации городской клинической больницы номер один, что в Чебоксарах. К ней планируется присоединить седьмую больницу. Благодаря этому улучшится качество и доступность оказания медицинской помощи жителям южного поселка столицы. Пациентам станут доступны обследования на современном медицинском оборудовании. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика. Они смогут получить консультации врачей дефицитных направлений – проктолога, аллерголога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Реализация мероприятий по реорганизации создаст оптимальные условия для их модернизации и повышения качества услуг за счет эффективного использования кадровых технических и технологических ресурсов. Ожидаемая экономическая эффективность от реализации постановления Кабинета министров состоит порядка 5 млн 561 тыс. ежегодно. В июне прошли публичные слушания по этому вопросу. Большинство жителей южного поселка одобрили проект присоединения. Еще одна важная тема – изменение системы вызова экстренных служб в республике. Едва ли кто-то не слышал про номер 911, используемый в США при чрезвычайных ситуациях. Аналог разработан и в России. Это номер 112. Сейчас пилотный проект опробируется в трех регионах – Астраханская и Курской областях Республики Татарстан. Чувашия тоже готовится к включению в эту систему. Сейчас наше письмо, подписанное Ивану Борисовичу, находится в Минкомсвязи России на разрешение использования номера 112. Были три небольших замечания, их устранили. Представители Минкомсвязи должны приехать сюда, изучить нашу всю коммуникационную сеть. После этого должны дать разрешение на использование номера 112. Это, наверное, произойдет у нас во второй половине июля месяца. После этого мы данные комиссии вводим в опытную эксплуатацию систему. Технологический процесс вхождения займет немало времени. По предварительному прогнозу специалистов, это произойдет не раньше середины июня следующего года. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Революции не будет, говорят в Республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Но жители столицы все равно волнуют грядущая оптимизация городского транспорта. Как отразится на жизни столицы сокращение количества маршруток почти в четыре раза? И на чьи плечи ляжет ответственность за обновление автопарка? Во всем этом пытался разобраться наш корреспондент. Транспортная система современного мегаполиса – объект постоянной критики и предмет прямоментного усовершенствования. В Чебоксарах, как везде, от жителей часто поступали жалобы. Как заметили в Минтрансе, пассажиров не устраивала работа коммерческих маршрутов, несоблюдение скоростного режима, опасные маневры и нарушение правил посадки и высадки. За дело взялись специалисты Петербургского института транспортной инфраструктуры. На остановках были установлены камеры, которые автоматически считали количество транспорта и пассажиров. Проведены социологические опросы в интернете и на 25 точках города. По итогам научной работы институт предложил следующее решение – 20 маршрутов закрыть, 18 изменить и один добавить. Средние автобусы должны быть заменены на более вместительные, а конкуренция между городскими и межмуниципальными маршрутами уничтожена. Так как все маршруты по регулированным тарифам, то, соответственно, на все маршруты будут заключаться муниципальные контракты. На конкурсной основе мы будем объявлять аукционы на все маршруты. И одним из требований при проведении торгов – это будет наличие подвижного состава, то есть автобусов не старше двух лет. В ходе этой реформы в Чебоксарах должен появиться новый вместительный и комфортный транспорт, но его приобретение станет обязанностью перевозчиков, с которыми администрация планирует заключать долгосрочные контракты, чтобы свести риски и затраты к минимуму. А количество маршрутных такси будет постепенно сокращаться с 488 до 128, чтобы основной пассажиропоток обслуживался троллейбусами и автобусами. Однако жители города расходятся во мнениях относительно грядущих перемен. Туда только один 16-й автобус ходит, и то через 48 минут. А по радио сказали, что его вроде хотят снять. Тогда что жители этого микрорайона энергетики должны пешком ходить? Если они это сделают грамотно и эффективно, то вполне возможно это будет классно. Я немножко отрицательно отношусь, немножко положительно. Потому что я слышал, во-первых, что Wi-Fi будет в троллейбусах сентября. Это радует. А с другой стороны, реформы идут сверху и не всегда приносят обычным горожанам положительные изменения. Предложенные решения не окончательны. В мэрии прислушиваются не только к ним, но и к пожеланиям горожан. Проект документа уже прошел публичной консультацией. И теперь все конструктивные дополнения жителей республики отправлены в институт для дальнейшего изучения и доработки. Однако перемен в транспортной сети осталось ждать недолго. Уже введен новый 22-й троллейбусный маршрут. А в центре города на днях установлены шведские паркоматы. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Жители поселка Ибресси бьют во все колокола. Они обеспокоены качеством питьевой воды. Употреблять обыкновенную воду из-под крана никто не рискует. Почему? Выясняла наша съемочная группа. Пить или не пить? Воду из-под крана. Такой вопрос мучают жители поселка Ибресси уже в течение двух лет. Знаете, я бы тоже воздержалась. И так везде. На кухне, ванной. Мало того, что люди волнуются за свое здоровье. Из-за модной с примесями воды, по мнению жителей поселка, ломается домашняя техника. Из строя выходят водонагреватели, газовые котлы и фильтры. И это получается и случается ночью особенно. Потому что воду люди не используют. Вообще, конечно, не используют. И вот сколько я собрала подписи, у всех такие случаи. В любое кафе зайди. В больницу у нас существуют. В садике существует, школа. Есть у нас такое заведение ПНИ, закрытого типа, где очень много находится инвалидов. Они все пользуются вот этой неочищенной водой. Вода с поверхностного источника река Кирия. Она вообще не очищается. Цвет вы видели. Поэтому мы-то еще можем в колодец пойти, приготовить воду. А есть дома, пятиэтажки даже, у которых вообще нет колодца. И они вынуждены эту воду пить. Белье у всех уже непонятно какого цвета. Бытовая техника тоже засоряется вследствие вот этих осадков. По примеру владельцев частных домов, уже и жители многоквартирных пятиэтажек ищут альтернативные источники. И это несмотря на то, что они исправно платят за услуги ЖКХ. Люди с ведрами в поселке городского типа стали привычным явлением. А что же местные власти, спросите вы? Они видят причины в изношенности оборудования на местном водоканале, но не могут найти средств на ее реконструкцию. Плюс ко всему, в этом году ливневые дожди спровоцировали большой сток воды в реку Кирия. Могло прорвать и плотину, шлес открыли. После исследования реки специалистами оказалось, что в воде недостаточно очищающих реагентов. Мы спускаем воздух, потому что идет с воздухом, стучать начинают. И вот они все стоят на 100, но они 100% не подают. То есть сколько продозировано реагента и сколько ушло, вы не можете? Мы знаем, но регулировать мы не можем. Напомним, станция была построена в 2008 году по федеральной программе. И способна очистить 3200 кубов в сутки. Из 20 специалистов на станции осталось только 4. Мы чистили линию, первая линия промыли, вторая линия промыли. Она идет хорошая, потом она идет в РЧВ, и с РЧВ уже идет грязная. Что такое РЧВ? Резурор чистой воды. Оттуда она идет грязная. Почему? Ну, потому что не хватает специалистов. Это надо вовремя мыть, вовремя вычищать. Все эти годы станция работает, но не на полную мощность. В год убытки переваливаются за 6 миллионов рублей. И эта ситуация с каждым годом только усугубляется. А местные власти разводят руками и уповают на республиканскую. Министерством строительства, архитектуры ЖКХ была выдвинута идея, чтобы объединить два водовода поселка Ибресия и поселка Вурнары. Чтобы один использовать как резервный, а один как основной. И чтобы они в любое время могли друг друга заменять. Сама река Керия явно нуждается в периодической очистке. Не плюет, вода мутная. А так раньше была рыба, попадалась, да? Да, раньше попадалась. То есть прозрачность воды все-таки влияет тоже? Ну да, конечно. Травояных Товстолобика и Белого Амура, исключающих частичное цветение реки, запускали 4 года назад. Но и они здесь бессильны. Терпение у людей уже кончилось. Заваленная жалобами прокуратура и Роспотребнадзор провели совместную проверку. В настоящее время по получению результатов лабораторного исследования про воды будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц МОП «Водоканал». Согласно статье 6.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации должностное лицо может быть привлечено по данной статье к административной ответственности от 2 до 3 тысяч рублей к штрафу. А юридическое лицо может быть привлечено к штрафу в размере от 20 до 30 тысяч рублей. «Водоканал» находится на балансе муниципалитета. Он финансируется из местного бюджета. И решать проблему обязана администрация района. Но она вновь ждет помощи от республики. Правительством Чувашской республики принято решение о передаче данного гидроузла плотины в республиканскую собственность из муниципальной собственности. Для этого сейчас администрация Бресенского района готовит пакет документов. А пока жителям района, как и Рыбе, приходится искать место, где лучше. В смысле, где есть чистая вода. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Территория ЗДК трактора строителей, что в Новоюжном районе столицы, скоро кардинально изменит свой облик. О том, что роща уже давно перестала быть местом отдыха, говорят и местные жители, и архитекторы, и власти. На этой неделе здесь началось строительство республиканского кадетского корпуса. Уже через 13 месяцев здесь должно вырасти здание кадетского корпуса. Оно рассчитано на 400 мест. Стоимость строительства 630 миллионов рублей. Строительные работы ведет фирма Старко. В июне компания выиграла аукционы. Слухи о ее банкротстве сильно преувеличены. Банки подтверждают надежность компании. Мы 27 июня подписали госконтракт после аукциона. И действительно, к 1 сентября 2018 года здесь уже сдадим основной корпус кадетской школы. И представим для учеников уже место. Есть у нас доброжелательные конкуренты, которые работают, как говорится, не имея на это права, пытаются что-то делать. Имея миллиардные обороты, за 300 тысяч банкротом не сделаешь. Территория ЗДК трактора строителей – головная боль в течение последних нескольких лет не только городской администрации. Каждый вечер здесь собираются пьяные компании. Что они после себя оставляют, нетрудно догадаться. Местные жители уже просто боятся здесь гулять. Строительству и будущему преображению заброшенного пространства они очень рады. У нас кадетской школы такой большой в нашем микрорайоне не было. И я считаю, что это очень своевременно, что начали такое строительство. И именно вот здесь, среди зеленых насаждений. Потому что вот эта территория, она была очень давно-давно заброшена. С 1982 года вот это вот, так оно не достроено, вот эти каскадные фонтаны. Здесь всегда собиралось очень много народу. А мы вот, мы здесь недалеко живем, очень часто ходили сюда убираться. И осенью, и весной, и вот с общественностью. Тонны мешков вот этих выгребали, а люди все равно сюда шли. Мы здесь неоднократно проводили субботники. На самом деле, это стало таким, наверное, можно сказать, и злачным местом для жителей, может быть, окруженных домов. Постоянно здесь пикники. К сожалению, с такими негативными атрибутами этого, это и мусор оставлено, это и бутылки, и там пакеты всевозможные. И каждый раз, проводя здесь субботники, ну, минимум, как камаз мы отсюда точно вывозили мусора. Причем, буквально там недели-две проходило. Если хорошая погода, то, в общем-то, здесь постоянно ситуация повторялась. Площадь леса на этой территории составляет почти 20 гектаров. В следующем году роща будет включена в федеральную целевую программу создания комфортной городской среды. После строительства на третьей территории высадят новые деревья и кустарники. Здесь появится новый современный парк, создание которого готовы поучаствовать сами жители. В этом месте пустырь, пустырь, это вот деревья, вот чуть-чуть с краю, вот видите, попадают, вот это поросель, это, ну, малоценных, ну, там ольха, осина есть, лещина, а даже американский клен, который надо обязательно удалять. Вот такие чуть-чуть только попадают. Ни одного ценного дерева я не увидел. Вот мы сегодня прошлись, дважды прошлись вот по кругу, и ни одного ценного дерева там нет. Разговоры о благоустройстве парка за Дворцом культуры ведутся давно. По первоначальному проекту архитектора Феликса Новикова это пространство должно было быть единым ансамблем. Дворец, фонтаны, парк. Но тогда, более 30 лет назад, реализовать эту идею не было возможности. Несколько лет назад архитектурное сообщество стало предлагать новые проекты. Игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Но от разговоров к делу так и не перешли. Только волонтеры и неравнодушные жители столицы несколько раз в год убирали здесь мусор. О том, что здесь планируют построить кадетский корпус, стали говорить в начале весны. Сначала архитекторы были согласны, а затем стали критиковать проект и вообще решение о строительстве школы. К примеру, Станислав Удяков на заседании градостроительного совета Чувашии, который прошел 28 апреля, положительно отозвался о проекте. В распоряжении редакции есть протокол заседания. Как и полагается, в нем четко зафиксирована позиция каждого архитектора. И что все они дают добро на строительство и отмечают, цитата, «Кадетская школа на данном месте – более значимый объект по своему статусу. Поэтому место для размещения школы в центре жилого района выбрано удачно». Конец цитаты. Однако уже в начале июля в эфире программы «Приложение силы» Станислав Удяков сомневается в целесообразности строительства. Но это уже его личная история. На строительство корпуса в бюджете республики предусмотрено 300 миллионов рублей. «Профинансирование на строительство Кадетского корпуса в бюджете Чувашской республики предусмотрено, на республиканском бюджете. На этот год 329 миллионов. Остальные деньги будут в 2018 году, на следующий год». Рядом с Кадетским корпусом будет и большое спортивное, и футбольное поле, и хоккейная коробка, волейбольные и баскетбольные площадки, легкоатлетические и беговые дорожки. А в 2019 году построят и Ледовый дворец. Стоимость всего комплекса – более миллиарда рублей. В конце июня подписаны четырехсторонние соглашения о строительстве корпуса. Подписи поставили министр обороны Сергей Шойгу, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компании «Ренова». Виктор Виксельберг намерен вложить в строительство корпуса частные инвестиции. Финансовую поддержку окажет и в штабе вооруженных сил страны. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. С 2016 года федеральная программа «Доступные средам» реализуется и в дошкольных учреждениях. Ее главная задача – создать равные условия обучения для всех детей, в том числе и для тех, чьи возможности ограничены. Уже есть первые результаты. Начальная школа номер три для детей с ограниченными возможностями здоровья – единственная в республике. Здесь обучаются и проходят реабилитацию более ста детей. Большинство из них имеют проблемы со здоровьем. Наше учреждение уникально. Почему? Потому что у нас практически 90% – это дети-инвалиды. Часть из них – неходячие инвалиды. И поэтому для нас эта доступность – это, наверное, как воздух. В этом году мы открываем тоже интересный класс. Класс для необычных детей. Это дети с расстройствами аутистического спектра. И вот для этих детей мы также в рамках ремонта по доступной среде готовим помещение учебное, помещение для коррекционно-развивающих занятий, ну и, соответственно, помещение для сна. На выделенные из федерального и республиканского бюджета средства, а это более двух миллионов рублей, в учреждении проводятся ремонтные работы. Расширяются входные проемы, устанавливаются пандусы. Закупленное в рамках проекта оборудование для детей уже дает положительные результаты. У нас есть тренажер «Гросса», у нас есть тренажер «Адели», хороший заловый ФК спортивный, есть различные тренажеры. В этом году в рамках проекта мы приобрели и по тренажеру. На самом деле улучшать состояние здоровья детей. Вы не поверите, наши дети начинают ходить. Я говорю, мало того, что ходить, они начинают у нас бегать. За высокими результатами стоит каждодневная титаническая работа педагогов. Под их чутким руководством дети осваивают разные виды физического адаптивного спорта. Это дартс, боча, плавание, карате. С 2016 года в рамках проекта «Через тернии к звездам» у детей появилась возможность заниматься спортом на специализированной площадке в школе и выезжать на различные соревнования. Некоторые уже мечтают покорять вершины спортивного Олимпа. Я тут занимаюсь плаванием, бегаю, прыгаю. Я хочу связаться со своей жизнью, со спортом. В скором времени возможностей заниматься любимым делом станет больше. Осталось только подождать окончания ремонта. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Республиканский президентский перинатальный центр поддержал инициативу фонда социально-культурных инициатив. Его возглавляет супруга премьер-министра Российской Федерации Светлана Медведева. В стране стартовала акция «Подари мне жизнь». Ее цель – еще раз привлечь внимание обществам к чрезвычайно острой проблеме абортов. Сегодня один из известных торговых центров столицы республики стал одной из точек всероссийской акции «Подари мне жизнь». Специалисты президентского перинатального центра рассказали молодым чебоксаркам, как важно избегать хирургического вмешательства женский организм. Сколько осложнений при этом бывает. И самое страшное – любой аборт. Это риск совсем не иметь детей в будущем. Зачастую женщина, молодая девушка, приходящая прерывать беременность, вообще не осознает, что происходит с ее телом, с ее организмом, что в ее теле развивается новая жизнь. И мы сегодня позволяем людям потрогать вот эту новую жизнь. В рамках акции планируется, что в определенные дни гинекологи Агушера не будут проводить операции по прерыванию беременности. По их мнению, это еще один шанс спасти будущие человеческие жизни. У женщин появится дополнительное время подумать, правильное ли решение они приняли. Специалисты перинатального центра сегодня пытались убедить участников акции, что ребенок – это радость, а не трудности. Поддержали их и мамы. Все трудности можно в жизни преодолеть, а не только в начале, но потом к этому привыкаешь, даже не привыкаешь. Учишься жить в новом ритме жизни, и это никакие не трудности, это твоя новая жизнь с появлением детей. Стоит отметить, что только в прошлом году в Чувашии, благодаря работе специалистов медико-социальных служб, комплексная помощь была оказана более чем 12 тысячам пациентов. Сохранено свыше 500 беременностей. Сабина Вишневская, Олег Кикимов, Республика. Павлинья, царство, фазанье, государство. В Чебоксарском районе поселились диковинные птицы. С пернатыми красавцами познакомилась и наша съемочная группа. Тут алмазные, тут золотые, тут охотничьи, тут румынские стандартные. Это у нас серебряные фазаны, и все фазно самые драчуны, драчливые он. Девочке, если не нравится, он не принимает. Вот у нас эта серебряная фазна уже третья девочка. Дай бог, в этом году он принял, ну и потомца получили в этом году. Я доволен. На птичьем дворе Евгения Майорова пять видов фазанов. Каждая птица со своим характером, каждая требует внимания. Живут все в удобных, просторных вольерах. За сезон с марта по июль самка приносит около 50 яиц. Часть из них Евгений закладывает в инкубатор. Часть идет на угощение для гостей. Для маленьких, неокрепших фазанят Евгений обустроил отдельный домик, который, шутя, называет птичьим детским садом. В одной группе здесь цыплята, птенцы фазанов, павлинов. Павлины – особая гордость Евгения и мечта детства. Павлины – это вдохновение души, мечта детства. Глаз радует, люди приходят, друзья приходят смотреть. То, что они радуются, я радуюсь. Живностей в детстве много было, но таких диковинских не было. Сейчас же диковинкие птицы более доступны. Раньше доступа на такого не было. И дорогие они, во-первых, были, и достать тяжело было. Сейчас это более реально. Декоративных птиц вот уже на протяжении пяти лет он ищет по всей стране. Первые индийские павлины. Они из этого красандара привез. Первые павлины появились у меня. Потом уже белые появились. Белые. Самец у меня с Казани. Привез в зоопарк самочек. Я привез в Тульской области. С разных мест, чтобы одной крови не были. Браски сродни получились. Это уже орликина, павлины. Она путем скрещивания индийские павлины и белые павлины вывелась. Они и то с третьего поколения только получается, орликина. Их выводить очень тяжело. При виде нашей съемочной группы павлины подняли крик. Но уже через пять минут, когда поняли, что опасности нет, снова распушили хвосты и принялись вытанцовывать перед своими павами. Да, боятся. Или перед грозой, перед дождем сильно орут. Можно так сказать, место собаки. Они очень шумные, очень говорливые, шумные, когда боятся чего-то. На своих любимцев Евгений не жалеет ни времени, ни сил, ни денег. Кормит не просто зерном, а постоянно балует то кукурузой, то семечками и горохом. Любовь к необычным птицам разделяет и вся его семья. Я отношусь к этому хобби очень хорошо. Мне очень приятно, что мой папа отличается от других людей. И он смог осуществить свою мечту детства. Мне очень они нравятся, потому что они красивые. У них красивые очень хвосты. И мы собираем их перья и ставим базы. Это очень красиво смотрится. Но павлины и фазаны не единственные обитатели птичника. Вместе с шумными птицами спокойно уживаются куры, индюшки, голуби и даже белки, сибирские и амурские, собаки и кот. Коллекция экзотических животных постоянно пополняется. В планах у Евгения приобрести альпаков, животных, похожих на лам. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров. Завтра увидимся вновь в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин